Всем фуд-привет, меня зовут Макс Брандт. Всем привет, меня зовут Никита Петряев. И это, ребятушки, предновогоднее полезное видео, потому что вы наверняка, как и мы с Никитой, не купили еще никому подарки. Ну, я пойду 30... Вот, 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 вот. Поэтому в Ашанах, во всех других гипермаркетах будет много народу, и сегодня мы с вами выясним, какой же новогодний подарок с конфетами лучше, потому что их сейчас очень много, и брендированные там какими-то известными брендами. Это ММДМ, Сорио и так далее. Есть как бы практически ноунеймные штуки, и сегодня мы взяли 4 набора по 300 рублей в Москве. То есть прям ровно 300, да? Да, ну там 299, то есть вот в этом районе там плюс-минус 2 рубля, эти 4 набора стоят по 300 рублей, и мы сейчас выясним, стоит ли покупать все или какой-то один. Да, давай начинать, с кого будем? А, смотри, есть как бы 2 типа ноунейма, потому что это контик, который я не знаю, это... Конти не знаешь? Ну... Конти не знаешь? А что такое конти? Ну, это фирма конфет. А вот... Я не знаю, что такое контик. То есть... Окей. Я знаю контик, это другой. Нет, супер контик, который. Да. А это я не знаю. Конти это... Есть Красный Октябрь, Бабаевский, Родфронт как бы российский, конфеты любимые с детства, есть Офи, есть Киндер Моменс. Так, ну давай... Выбирай, ты гость, потому что мы все воровим все по верхам. Давай с этого начнем. Давай. Почему нет? 300 рублей. Довольно большая, тяжелая упаковка. Открываем. Она выглядит праздно как бы для детей, типа конфетка большая, все такое. Она выглядит масштабно за счет вот этих конфетных как бы отделений. Конфетных отделений, так вот это называется, да. Да, вот так вот. Ну, кстати, смотри, ты такой распакованный, все ярко здесь просто из А4. То есть как бы белый картон, неинтересный совершенно по запаху, там шоколадные конфеты, но вот... Не то, вот в детстве по-другому пах набор вот этих конфет-подарков, которые сейчас еще к вам давали. Там как бы плюс то, что есть, типа конфета большая, тут сразу минус. Но могли бы хотел какую-то картинку нарисовать, ну... Да, или просто цветную ее хотя бы делать. Итак. Но... Вот... Довольно много, сразу скажу, что... Вспомнишь? Вот, кстати. Вот и оно. Вот, суперконтик, я про него и говорил. То есть это вот так. В общем, вы знаете все. На самом деле это тема. Давай попробуем выборочно, потому что все... Естественно, да. Все пробовать не будем? Ну, нужно сказать то, что очень круто, что здесь преимущественно преобладают шоколадные конфеты. То есть бывают подарки реально, где одни вот такие, типа сосалки, и ты такой, камон. А вот мне, кстати, наоборот, нравится карамель и нравится желе, потому что обычно шоколад он дешевый и невкусный. Тоже верно. Так. Давай... Прям такая ностальгия пробил. Джек вот этот, помнишь? Я конкретно Джека не помню. Там Боливер он еще раньше назывался. Так. Тогда давай себе вот это прям очень вкусно. Давай тогда набирать себе то, что мы хотим. И... Похоже на план. О, шеба. А, нет. И какой-нибудь шоколадный. Все. Да. Я выбрал. Ты себе что выберешь? Я, в принципе, вот... Ты сколько? Ничего себе. Ну, я чуть-чуть как бы взял. Так, ну... Я, если что, у тебя попробую. В общем, там градация есть, типа вафля. Она, скорее всего, вкусная, нормальная. Есть шоколадные конфеты. Кстати, надо Сэнди надрать тебе обязательно. И ты возьми себе вот эту штучку. Угу. С него мы и начнем. А, это прям... Да. Веселый Сэнди? Со сливками, но там нарисован Винни-Пух. Такой маркетчинговый хор. Это шоколадная конфета. А внутри... Такая вот... Как она называется? Не шоколад, хорошо. Патока. Глазуль. Ну, такая-то такая вот, знаете... Ну, стандартная вот эта тема, которая пишет конфеты. Ну, то есть, кстати, нереально есть ощущение, что есть куча конфет с разными названиями, но по вкусу они одинаковые. В общем, это шоколад, но и конфеты. Это шоколадно-ирисовая начинка. То есть, ну, то, что как бы ты ешь, когда хочется вот-вот чисто сладко. То есть, это не то, ради чего ты в магазин пойдешь. Ну, да. Ну, то есть, это как бы норм, но бывает и круче. Ну, как бы очень средненько, если вы тратите деньги. Если вам дали где-то, подарили, базар минимальный. Как бы, вау, спасибо, очень вкусно. Ну, тоже верно. Ну, так, ты теперь будешь пробовать свои, я свои. Да, давай, потому что, понимаешь... Тут их много и все пробовать как бы нет смысла, хотя есть повторки. Сладкое созвучие. То есть, это в глазури, я так понимаю, что апельсиновый какой-то мусс. У меня суфле люкс малина. Я взял, потому что, как бы, ну, малина обычно вкусная бывает. В конфетах, во всяких джемах. Поэтому мне интересно. Что у тебя? Сладкое созвучит. То есть, типа такого, только у меня апельсиновый, а у тебя малиновый. Но, как бы... Ну, как бы, тут только сверху чуть-чуть кинули малины, а все остальное, это какая-то, не знаю, недотворок. Ну, суфле. Суфле, да-да-да, суфле. В общем, ну, это очень сладко. То есть, даже излишне сладко. Очень. Надо же купить не дали. А мы не хотим, потому что мы считаем, что нужно все по чесноку делать. Да. В общем, этот набор я уже понимаю дальше. Давай вот это ты съешь, потому что... Это, кстати, круто. Я думаю, что это сосалка, а это, типа, мармеладка. Эти штуки я часто покупаю отдельно. Называется золотая лилия. Они очень вкусные, прямо вот если их покупать на развес. Я еще даже пробовать не буду. Я возьму что-нибудь, да, из, типа... Мармеладных? Ну, тут как бы нечего особо говорить, потому что, ну, мармелад со вкусом того, что нарисован. У меня это апельсин. В общем, если вам это подарили, радуйтесь, это как бы норм. Но не самый вкусный, конечно, новогодний набор. Хотя не факт, Макс. Мы не можем пока так говорить, потому что мы не попробовали еще one, two, three подарка. Но у нас же есть опыт. Тоже верно. Многолетний. Конечно. То есть, это то, что дарят там на новогодних елках вашим там братьям или вам. Это то, что, ну, в обычном магазине обычный набор конфет. То есть, то есть... Стандартный. Да, стандартный. Ничего прям сверхъестественного нет. Переходим дальше. Давай. Давай. То-фи-фи. Но, кстати, да, скажи, скажи, скажи. Вот мы перед съемками выяснили, что это не то-фи-фи, а то-фи-фе. Потому что сзади написано в то-фи-фе мы объединили там всякие вкусные и так далее. И то-фи-фе это цельный лесной орех в чашечке из мягкой карамели, наполненной кремовым нугой и покрытой шоколадом. То-фи-фе оказывается. Но по правилам, я так понимаю, английского языка, буква Е читается как И. И это понятно. В рекламе тоже там наслаждение то-фи-фи, все нормально. Наслаждение то-фи-фи, да. Но то-фи-фе написано... О, а тут прямо... А, стоп. Это просто получается два набора. Мне кажется, это обман. То есть, понимаете, что в этой огромной байде, я думал, что это теперь разница. Я думаю, тоже, да. Здесь просто соединили две обычные пачки то-фи-фи. Давай на всяких случаях. То-фи-фе. То-фи-фе. Давай попробуем. Так, обе открываем. Нет, давай возьму, зачем мы это? Стоп, они... Нет, то же самое. Одинаковые. Дверь, ребята, вот это уже, конечно, обман. То есть, была большая, потом две маленькие. И вот тут вот... Сколько там их? Тут их 15 штук. Ну, как бы в сумме, в такой большой коробке за 300 рублей вы получите 30 конфет, по факту. Хотя на разве сколько можно взять? А вот я, кстати, не знаю, сколько это стоит. То есть, это... У меня такое ощущение, что они должны вот так были лежать. Да. А ты наоборот. Это вкусный обычный то-фи-фе, но мне кажется, что... Ну, вообще ничего... 300 рублей это точно не стоит. Легче вот к тому подарку с конфетой купить просто маленькую упаковочку то-фи-фе. Напишите, сколько у вас стоит вот эта вот одна штучка. В вашем городе, естественно. И если она стоит меньше 150 рублей, она должна стоить меньше. Ну да. Она должна стоить меньше. Значит, это как бы развод и не покупайте большую праздничную упаковку. Естественно. Ну, серьезно. 30 конфеток за 300 рублей, ну... Как бы, да, это вкусно, но, блин, ну, камон. Не то, чтобы тратить. В общем, вот, ради этого мы и собрались. То есть, мы проверяем, стоит ли или нет. То есть, первое, как бы, стандартное, не прям супер вкусно, но нормально. А второе учитывается обман маркетинга. То есть, это как бы норм. Естественно. Но настолько не стоит. Окей. Давай дальше пойдем по Родфронту, Бабаевскому и Красному Октября. Здесь они не поэкономили картон. Да, то есть, это... Цветной картон. Это красиво, тоже в форме конфетки. Здесь у нас еще идет пакет. Просто пакет. О, и вот тут набор тех самых конфет, которые тоже нихрена не стоят 300 рублей. Извините меня. Я знаю, что уже вижу. Я вижу уже 4 невкусные конфеты. Смотри, лимон раз. Лимон, вот это просто... Я не терпеть их не мог. Я все папе отдавал. Два, три лимон. Четыре лимон. Вот это тоже отстойное. Она с халвой. Ириску фиг разгрызешь. Ирисок тут тоже вот. Барбарис. Вот это, не, ну астика, конечно, вкусная, но... Тюшес, барбарис, вот это вот все. Раковая шейка. То есть, 300 рублей, карамель и ирис в основном. Ну, ребят, из нормальных конфет прям вкусных. Ну вот, Мишка на севере, коровка. Ромашка. Красная шапочка и ромашка. То есть, ну буквально... А, нет, стоп, маска еще. Ну, хорошо, 6 конфет прямо шоколадных вкусных и средних штук 10. Все остальное, ну блин. Я думаю, вы не будете рады вот этим лимоном. 300 рублей за цитрон, за золотой ключик, за барбариски. На 300 рублей барбарисок можно купить там... Блин, это 5 килограмм. Ну не 5, ну 2-3 килограмм точно. В общем, как бы, опять же, если вам это подарили, ну, подарок дали, как бы, это клево, да, весело. Но, скорее всего, у вас останутся к концу там больших праздников еще те конфеты, которые вы будете съесть последними, либо вообще не есть. А так и работает это то, что потом даже вот эту раковую шейку ты съешь, потому что, ну, больше ничего, как бы. Когда ничего нет, и раковая шейка тебе сгодится. И барбариска спасется. Да. В общем, я попробую одну из моих любимых конфет, столичная. А я маску. Это в глазури карамелька. Ммм, да, она та самая. Я обожаю маску. Ммм, это хороший набор для тех, кому там за 20-25 лет, ну, потому что, типа, ностальгия, а вот помнишь, я там, я на новогодней елке, там, в шестом классе получил этот набор, там, и я ел. Не, ну, вот это, которые мишки на дереве и белочка, они реально офигенные. Не, есть 5, там 6 конфет нормальных, но в основном это точно не стоит 300 рублей. То есть, как бы, мы можем пока, вот, по поводу уже 3 набора, не пробуя киндер, выделить какой-то самый крутой из тех трех. Ну, по твоему мнению. А вот фиг знает. А вот тоже. То есть, по обману, то фифи прямо на последнем месте, потому что, ну, никто за 300 рублей в здравом уме не купит две отдельные эти штучки. И, на самом деле, мне кажется, все-таки, который первый был, потому что здесь, как бы, ну, в первом там много необычных, как бы, крупных, как минимум, да. То есть, ну, скорее всего, да, на первом месте Конти со своими минусами тоже есть, на втором месте, ну, все-таки, из нашего детства, ну, по крайней мере, из моего. Да, 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 и на третьем пока что то фиг. Да. Это пока наше мнение, как бы, тут нужно дальше смотреть. В принципе, в киндер-сюрпризе, в киндер-шоколаде, я бы даже сказал, там, в принципе, все понятно, все нарисовано. А, нет, стоп. Они нарисованы, типа, типа, это, короче, большие такие, знаешь, шоколадом, а вы поняли, что здесь очень много маленьких разных мини-версий. То есть, со злаками мини. Да, да, посчитаем. Ну, вот, дуо. А, нет, буэна. Буэна. Чоко какой-то этот самый. Чоко бонс. Давай, откладываем. Чоко бонс. Мини-киндер-шоколад обычный. Так. И буэна, это там, буэна белый есть. Четыре вкуса, что-то? А, буэна вайт, да. Все, да. Четыре. Что это получается? Два буэна мини, два буэна мини-белый шоколад и... Да, стандартный киндер-шоколад мини. Киндер-стандартный киндер-шоколад мини. Киндер-шоколад со злаками и... И чоко бонс. Чоко бонс. Ну, стоит ли это 300 рублей? Ну, учитывая то, что они вот прям, ну, не знаю, ну, капец. Но их зато много. На их зубок. Ну, это, ну, ты потому что, ты знаешь, много детей, если не пробуют... Ммм, смотри, я тут расщупываю, тут всего две дольки. Вот в этой штуке там их пять, по-моему, если я не ошибаюсь. А тут их две. Да, их две дольки, как мы видим, то есть мы не обманываем. Ну, естественно, зачем нам обманывать, если мы как бы про это снимаем. Так. По вкусу, все-таки, я думаю, что это топ. Потому что тут мы все знаем, что здесь хороший шоколад, хороший этот белый молочный дополнитель. Все-таки, киндер, как бы, говна не сделает. Еще бы. Стоит это 300 рублей? Ну, вряд ли. Все-таки здесь идет бренд, и за счет этого, как бы, дешевле ты не будешь, как ни крути. Что? Бонс шока, да, вот он хороший, да. Там орешки. Я, кстати, шока бонс не пробовал. Никогда еще. В общем, ты пока кушай, я подытожу. Ммм. Наборы есть и дешевле 300 рублей, есть и дороже. Из четырех наборов, ну, кстати, в комментариях, какой вам понравился бы больше, как подарок, и это очень интересно нам узнать, наш все-таки с Никитой схожий, схожее мнение, то, что Буэна и вот эти всякие киндер-шоколад на первом месте, потом идет... Который, конфетка такая была, и как она называлась? Конти. 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 На третий месяц, соответственно, которая старая, добрая конфета, которая была запечатана. Из российских, как раз-таки, вот этих предводителей. И последняя, то Фи-Фе, которая, как бы, даже, оказывается, не новогодняя, просто две. Заспаковали, да. Но выглядит, кстати, круто, и ты такой, ого, какое оно большое, как образуется. Но по факту. В принципе, они все, как подарок ребенку, либо девушке, подойдут, но тут уже нужно смотреть по девушке. Ну, что дальше еще? Либо ребенком вкусов. Да, конечно, перебил. Знаешь еще в чем крутость киндера? В том, что их здесь в общей сумме реально больше по количеству, чем... И, вот, кстати, что хорошо, и они все вкусные. То есть, я серьезно говорю, то есть, хоть возьмешь обычный киндер, что со злаками, что чокобон, что вот это вот, это... Все вкусно. Ты все знаешь, что это вкусно. Тут же нужно выбирать. А вот, допустим, фруктик. Я не буду есть, например. Карамель с халвичной начинкой. Будет ли вкусно? Понятия не имею. Может быть, да, может быть, нет. И рис, золотой ключик. Есть ли у вас эти самые пломбы или нет, тоже. Еще смотри, какая фишка. Здесь в основном есть конфеты, которые повторяются единожды. То есть, ты ее попробовал, и как бы, если она тебе понравилась, то все, типа, ее больше никак не ищи. А остальные могут не понравиться. А здесь их по несколько штук, и ты можешь, типа, если даже тебе понравилось, угостить еще кого-то. Тем же киндер буэнной или киндер шкаф. В общем, пишите свои комментарии. Мы потратили 1200 на вот это вот все. Но мы зато сделали полезный выпуск для наших подписчиков. Ставьте лайк, если вам понравилось. И если понравился вам Никита и его супер-мега-контент, ссылочка будет в описании. И вы лучше всех. Пока. Пока.